Официальная Москва столкнулась с тяжелыми последствиями массового бегства за рубеж собственных граждан. По данным демографа, в страну покинули не менее 600 тысяч жителей. Теперь российские власти разрабатывают стратегию борьбы с нежелательной эмиграцией и усиливают репрессии против критиков войны. Подробности далее в эфире. Недавнее интервью российского актера в эмиграции Артура Смольянинова вызвало новую волну возмущения среди псевдопатриотов в Кремле. Эмоционально осудив войну в Украине, актер отметил, что те, кто уехал из страны, часто являются намного большими патриотами, чем оставшиеся жить при путинском режиме. Все это детский сад, предательство. Есть слова, есть дела, а по делам понятно, кто тут кого предал, кто тут прав, а кто тут нет, скажем так. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины, конечно, однозначно. На таких, как Артур, деятели культуры, бизнесменов, айтишников и предпринимателей, Кремль уже не раз грозился наложить санкции в виде конфискации всего имущества в России и лишения паспортов. Подобные меры когда-то предпринимали власти СССР в отношении неугодных диссидентов. По словам экспертов, таким образом Москва пытается жесткими методами заставить замолчать своих критиков за границей. Дмитрий Медведев, известный скандальными высказываниями в телеграм-канале, даже предложил действовать по правилам военного времени. Проще говоря, применять эскадроны смерти против тех, кто все еще осмеливается говорить правду. Медведев уже опубликовал много резкости в адрес Запада, но это первый раз, когда высокопоставленный российский чиновник открыто призвал использовать убийц для борьбы с критиками Кремля. Это правда, что у российских спецслужб длинный список людей, которым готовы применить такую меру. Но официально Кремль утверждает, что единственными его целями являются террористы. В то же время Москва пытается вернуть интеллектуалов, также спешно покинувших границы России с началом мобилизации. Речь в первую очередь о занятых в сфере IT. В Министерстве цифрового развития недосчитались около сотни тысяч специалистов по информационным технологиям. До войны в России и так не хватало около миллиона IT-инженеров. На отчаянии властей указывает предлагаемый пакет привилегий для представителей этих профессий, включающих обещания от срочки призыва, дешевые потечные кредиты и даже бесплатный билет на самолет в Россию. Все это финансируется налогоплательщиками. Отток россиян больше не кажется Владимиру Путину и его сторонникам детоксикации общества, сообщают эксперты. Если раньше кремлевская верхушка представляла ситуацию как выгодную оставшимся, то теперь Россия прочувствовала, что значит лишиться граждан, способных увеличивать ВВП страны. И никакие привилегии защита или отсрочка от мобилизации не заманят людей обратно, ведь вероволостям больше нет.